МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пока российская делегация лишена права голоса, либо не имеет полноты права голоса. А причем такая позиция, как мы считаем, не является ни признаком изоляции России, ни признаком самоизоляции. Хочу напомнить, что в июне прошлого года здесь, в Москве, проводился форум парламентализма, на который съехались делегации практически со всех континентов. Мы видели и еще раз убедились в том, что народы Америки, Африки, Азии активно ждут Россию, в том числе на своих финансовых и экономических рынках. В добрых чувствах этих народов мы убеждаемся неоднократно. И только что я имел эту возможность, находясь в Венесуэле на инаугурации президента Мадуро, находясь в Никарагу на форуме солидарности, встречаясь с президентом этой страны Даниэлем Артегой. Это великое наследие Советского Союза, тот факт, что народы разных континентов готовы взаимодействовать и сотрудничать с нашей страной. Причем лично в данном этапе идет не о безвозмездной помощи, не о безвозмездной поддержке, а о равноправном сотрудничестве, которое может быть взаимовыгодной, от которого могут выигрывать и народы этих стран, и сама Российская Федерация. Мы хорошо знаем, как устроен Европейский Союз. Мы много времени работали на различных площадках Европейского Союза. На его площадках не раз выступал, проводил переговоры, встречи и консультации лидера нашей партии, лидера фракции Геннадий Андреевич Юганов. В составе этих структур во главе Комитета по науке и технологиям много лет работал Иван Иванович Мельников, заслужив там большой авторитет. Мы активно работаем с группами левых, работали и продолжаем эту деятельность. Мы можем засвидетельствовать о том, что именно среди левых сил планеты позиция нашей страны по многим вопросам находит понимание и поддержку. В то время, как нас бичевали в Совете Европы и в ПАСЭ за позицию по Чечне, по Ближнему Востоку, за поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко, за ситуацию по Украине, именно левые силы выступали с позиции поддержки нашей страны и понимания ее позиций на международной арене. За последние два года КПРФ провела много международных форумов. Они были связаны со столетиями Великой Октябрьской социалистической революции. В прошлом году, в мае, мы принимали здесь делегации многих государств, проводя большую конференцию, посвященную годовщине манифеста коммунистической партии «Капитала Маркса» и «Дня рождения Карла Маркса». Мы постоянно убеждаемся в том, что именно левые партии и организации выступают друзьями России на международной арене. Будем продолжать эту работу и дальше. Тем большим диссонансом выглядит та внутриполитическая ситуация в России, когда левые силы подвергаются постоянному информационному и административному давлению. Закончился 2019 год. 2018 год, начался 2019 год, и мы подводим итоги прошлого года и видим, что один из регионов, который продемонстрировал наилучшие экономические показатели, это Иркутская область во главе с Сергеем Георгиевичем Левченко. Вместо того, чтобы показать этот опыт как можно лучше и нагляднее, мы видим, как на красного губернатора оказывается необоснованное давление в ведущих средствах массовой информации России. Мы видим, что в республике Хакасии население не подверглось информационному и административному давлению и избрало своим представителем нашего товарища Валентина Коновалова. Вместо того, чтобы поддержать выбор хакасского населения Хакасии, жителей Хакасии, мы видим, как против Валентина Коновалова начинает осуществляться одна спецоперация за другой. Мы видим, что до сих пор не лишена проблема Владимира Бессонова, гонение на которого осуществляется уже на протяжении нескольких лет, в то самое время, как, на наш взгляд, все претензии, которые были предъявлены ему в ходе судебного разбирательства, по сути дела рассыпались, никакой серьезной доказательной базы представлено не было. Мы видим и то, что внутри России не решаются фундаментальные проблемы. Даже Гайдаровский форум вынужден сегодня обсуждать вопросы бедности, масштабы бедности в Российской Федерации. Но и здесь мы видим беспомощность либералов, которые ничего не могут предложить реального для того, чтобы проблемы бедности были преодолены. А вновь говорят о необходимости продолжения приватизации, которая и является причиной того, что сегодня масштабы бедности в нашей стране приобрели те колоссальные масштабы, которые ставят под угрозу сами перспективы Российской Федерации. Мы продолжим борьбу в этом году за отстаивание интересов трудящихся. Как вы знаете, мы подготовили обращение в Конституционный суд по поводу законности так называемой пенсионной реформы. Продолжим эту работу достаточно энергично и активно. Можно сказать, что вчерашний принятый закон о паллиативной помощи, точнее изменение в 323 закон, который расширяет понятие паллиативной помощи, является этим шагом. Шагом гуманистическим, но отнюдь не таким радостным, как он вчера преподнесен был во многих средствах массовой информации. Дело в том, что одно провозглашение, одно закрепление в законе самого принципа паллиативной помощи, самого направления не подчеркивает ее важности с точки зрения финансирования. К сожалению, ни одного рубля для финансирования этого важного направления в федеральном бюджете на 2019 год не добавлено. Ни по линии здравоохранения, ни по линии социальной защиты. Кроме того, большая часть успеха, который может быть связан с принятием данного закона, будет связана с принятием подзаконных актов, где именно Минздрав и Минсоцразвитие должны между собой создать совместный приказ, благодаря которому будет регулироваться вся эта деятельность. Пока этого нет, естественно, от качества этого приказа, от его информационной составляющей и от его финансирования будет зависеть вообще возможность развития, получения гражданами Российской Федерации современной паллиативной помощи. Сегодня в ходе заседания Государственной Думы тоже будет рассмотрен ряд вопросов, связанных с социальной помощью, в частности, с оплатой труда тех лиц, которые вынуждены заниматься уходом за своими родственниками, больными первой группой инвалидности, за теми, кто не может себя обслуживать самостоятельно. К большому сожалению, в Российской Федерации эти люди на сегодня оказываются на краю бедности, а порой и нищеты, получая в лучшем случае 1200 рублей по указу президента, не имея возможности зачислить этот стаж потом, соответственно, при расчете пенсии и со всеми вытекающими печальными последствиями. В большинстве стран мира принята совершенно другая практика и та работа, которую осуществляют, в том числе и родственники по уходу за людьми, которые нуждаются в этом самом уходе, как правило, за больными людьми, за умирающими людьми, она оплачивается хотя бы по минимальному размеру оплаты труда. Сегодня будет такой же законопроект, который фракция КПРФ безусловно поддержит и со своей стороны мы выступаем, системно выступаем за то, чтобы люди, которые нуждаются в социальной помощи, которые нуждаются в медицинской реабилитации, которые нуждаются в уходе, чаще всего это инвалиды первой группы, это дети инвалиды, это люди умирающие, о которых мы говорили, это как раз паллиативная помощь, имели возможность получить эту помощь и государство со своей стороны сделало все возможное для того, чтобы и профинансировать ее, и обеспечить ее оказание. Вот начался с очень больших ожиданий, особенно людей пенсионного возраста, потому как была обещана та самая тысяча, при помощи которой пытались уменьшить, снизить, нивелировать протестную активность населения, когда принималась пенсионная реформа. Я получаю огромное количество писем от пенсионеров, которые пишут и присылают мне свои собственные расчеты, свои пенсии. Например, 11100 пенсия, около 700 тысяч, около 700 рублей это та самая тысяча, которая была обещана. Но если мы посмотрим, что инфляция на конец 2018 года составляет 4,3 процента, давайте посчитаем тогда из этой суммы. Из этой суммы получается 440-450 рублей. Это то, что государство обязано было выплатить пенсионерам в виде компенсации за рост инфляции. И остальные 250-260 рублей это та самая президентская добавка к пенсию, которую вместо тысячи получили пенсионеры. Поэтому горчайшее разочарование. Рост реальных доходов населения у нас случился только после того, как сменили руководство Росстата. Получается, что социальная сфера сегодня находится в таком забвении. Безусловно, лучше получается решать вопросы международной политики у нас. Но мы должны четко понимать, что чем мощнее экономика, тем лучше и позитивнее отношения со стороны мирового сообщества. И тогда мы не будем сидеть на задворках у Европы. И тогда нас с нами не будут поступать так, как сейчас. Нам нужна сегодня мощная экономика и мощный рост, а не тот один и более, немного более процентов, который запланирован и который есть реально. Вместо 3,5% среднемировых темпов роста экономики. У нас есть программа «20 шагов». И реализация этой программы позволит стать нашей стране мощной и экономически сильной. И тогда никто не посмеет лишать права голоса ни в одной европейской или мировой организации. «Сегодня обсуждение, что мы работаем длительное время, невзрачные выступления и, я бы сказал, даже конфузы на Гайдаровском форуме говорят о том, что у правящей ныне элиты в Российской Федерации нет внятного понимания происходящего конкретных предложений. Вот с нашей точки зрения, здесь надо вернуться в историю. Завтра исполняется 365 лет со дня Переславской Рады. Вот вы немножко в историю вернитесь. Семилетняя война с речью Посполитой. Шесть раз обращается Богдан Кмирницкий к царю Алексею Михайловичу о необходимости присоединения. И в то тяжелое время, когда, в принципе, тогдашние сверхдержавы Османская империя, Речь Посполитая и сателлит Османской империи, Крымское ханство, в принципе, совершало бесконечные набеги на Россию, тогдашний представительный орган Земский собор 1 ноября по старому стилю 11-го по-новому принял решение о принятии в состав России Слободской Украины или Детмонщины, как его тогда называли, и назначил посольство. Кто был в посольстве? Василий Васильевич Бутурлин. Это военно-начальник, который освободил большую часть западных городов, городов Смоленск, Белоруссия и Восточная, в общем-то, Украина. Поэтому мы по этому поводу завтра будем проводить очень серьезную научно-практическую конференцию, признательную ученым со всей страны, докторам исторических и юридических наук, которые понимают, что это отправная точка для поиска путей восстановления страны, и приглашаем вас к объективному освещению этого мероприятия. В 19-м состоится международный фестиваль народов мира, на котором будут серьезные коллективы, такие как хор кубанских казаков, донских казаков, ставропольских, академический коллектив Донбасс, девчата воронежские, тоже академический коллектив. Это, с нашей точки зрения, покажет пути, как культура может объединять народы. Спасибо. Спасибо.